31 января в клубе фитнес-холл Аэропорт состоялся день открытых дверей. Фитнес-клуб исполнилось два года с момента открытия. За этот период у него появилось много друзей, которые регулярно занимаются в тренажерном и спортивном залах и посещают плавательный бассейн. Причем к здоровому образу жизни приобщились как взрослые, так и дети. В свой день рождения фитнес-холл сделал подарки постоянным клиентам. В насыщенной спортивной праздничной программе могли участвовать все желающие получить призы. Для девушек организаторы устроили танцевальный марафон. Сначала нужно было записаться, а затем окунуться в разнообразный мир фитнеса. Первое занятие проходило под руководством инструктора Светланы. Степ-аэробика уникальна в своем роде. Она оказывает положительное действие на весь организм, укрепляя дыхательную, сердечно-сосудистую, мышечную и нервную системы, а также нормализуя артериальное давление и деятельность вестибулярного аппарата. Все упражнения в степ-аэробике направлены на тренировку мышц сердца и выработку лучшей координации движений. Главное отличие степ-аэробики от классической – выполняя аналогичные упражнения, можно достичь гораздо большей нагрузки, и результат даст о себе знать намного быстрее. Степ-аэробика воздействует на тело комплексно, при этом деликатно корректирует форму ног, развивая нужную группу мышц. На этом участницы марафона не остановились. Интервал – так называлось второе занятие. В основе интервального тренинга лежит простая концепция – работай быстро, затем медленно, а потом повтори все заново. Такой ритм наиболее эффективен при сжигании лишних калорий. Эти тренировки помогают трудиться на максимуме способности и экономить время. Специалист уверяет, что за 6 недель интервальных тренировок можно достичь такого же результата, как при 12-недельном равномерном беге. Активно готовимся к пляжному сезону. Не менее приятный пункт программы марафона – танцы под руководством инструктора Татьяны. Зажигательный и горячий танец латино известен своими движениями, которые он заимствовал у самых известных латиноамериканских танцев. Этот танец представляет собой страсть, которая реализуется через движение. Латино – это смесь клубной вечеринки и школы традиционных латиноамериканских танцев – ча-ча-ча, румбы, бачаты, самбы, сальсы и пасадобля. Еще несколько таких занятий, и можно стать звездой танцпола. Ну а потом марафон продолжится стрип-пластикой, ведь каждая женщина стремится к совершенству. А такой красивый танец поможет добиться красивой осанки, внутренней свободы, изященности и грации, и как результат восхищенных взглядов окружающих. Это отличная зарядка для тела и духа, которая придает бодрость, уверенность и позитивное настроение. Самой стойкой участницей марафона по случаю дня рождения клуба «Фитнес-холл Аэропорт» стала Вера Григорьева. Сегодня мне очень понравилось, потому что, когда ты понимаешь, что участвуешь в марафоне, то у тебя гораздо больше и желаний, и стимула, и настроение совершенно другое. И очень понравилось мне сегодня. «Фитнес-холл, день рождения, желаю процветания, побольше клиентов, оставаться таким же замечательным клубом, отзывчивым, и всего хорошего». Для представителей сильной половины человечества в тренажерном зале состоялись соревнования по народному жилу. Восемь богатырей разного возраста и разного веса постарались порадовать зрителей силой, выносливостью и волей к победе. Правила предполагают поднятие штанги весом, равным весу спортсмена, максимально возможное количество раз. В специальной подготовке народный жим не требует, поэтому чем чаще тренируетесь, тем выше результаты. Победителем в этом виде праздничного состязания стал Вадим Роенко, поднявший 32 раза штангу весом в 70 кг. Победитель получил медаль, грамоту и ценный приз в виде спортивного питания. Остальные участники также были удостоены наград, восхищения и аплодисментов зрителей. «Что бы вы пожелали в очередной день рождения клуба?» «Конечно же, пресветания, так же идти этим же путем и, главное, гармоничного развития». «Чтобы люди ходили заниматься, чтобы не пропускали занятия. Ну и побольше таких мероприятий спортивных». «Развиваться, расширяться, чтобы больше точек было у нас в Москве. Ну и больше, естественно, посетителей всех, чтобы все ходили. За здоровый образ жизни, да, чтобы все занимались». День рождения клуба «Фитнес-холл Аэропорт» получился зрелищным, эмоциональным и результативным. О новых спортивных достижениях клуба мы обязательно еще услышим.